Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Записим серию бесед названия «Жития святых во свете Библии», чтобы на все смотрели открытым оком, не так, чтобы слепой слепого ведет, да оба упали в яму. Вопрос 2006. В житиях мы часто встречаем подвиги ношения вирик. Значит ли, что чем тяжелее отягощение, тем легче спасись? Делали так апостолы или кто-либо в Библии? Ответ – никогда и нигде. Все, что потом появилось, это искусственная, нарочитая игра в трудности в борьбу с бесами. И оправдание своей самости стали искать в видениях, в явлениях, в снах. А это есть просто дым и пар. Есть прямые указания Библии, их нужно любить и исполнять, а не противиться им под видом заумных подвигов иноческих. 1 Сарс 15.23. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что и дало поклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя». Согласно этих слов, в монашестве почти никто не спасался. И все это канонизация, все это только выдумка. Прямые указания Божьи. Авторитета Библии нет, теперь основной все наращивается и наращивается. Как злокачественная опухоль. Поэтому все потеряли. Посмотрите в России, где Татарстан, Узбекистан, Туркмени. Это все могли быть православные. На 700 лет позже пришло мусульманство и все захватило. Ссылается на вериги апостола Петра. Но они были наложены не только на Петра, но и на апостола Павла. Не сами на себя наложили они вериги, но арестовавшие их воины. Церковь празднует поклонение веригам святого апостола Петра 29 июня по старому стилю. Это те вериги, в которые Петр был знаком в темнице по повелению Ирода и чудесно был освобожден ангелом. Некоторые из христиан, якобы тайно, взяли эти цепи и в дальнейшем усердно будто бы хранили их у себя, как бы имея перед собой подвиг и чудо, бывшее с Петром. Ирина Хростовский, 13 января. И свыше был ему голос, Дерзай, страдалец мой, я с тобою всегда. Я ждал твоего подвига и терпению твоему удивились ангелы. Теперь уже больше не будет на тебя гонений, но ждет тебя, уготованное тебе место в Царстве Небесном. После старца и ренарха осталось праведных трудов. Трудами называется что? Его 142 креста медных, 7 трудов плечных, это на плечах цепей, железная цепь 20 сажен, которую он надевал на шею, железные путы ножные, 17 медных и железных оковцев, которые он носил на руках и на груди, связки, которые он носил на поясе, весом в один пут, 16 килограмм, палка железная, которую он смирял свое тело и прогонял невидимых бесов. Тут одно железо только сдай, так полгода кормить все можно было. В этих трудах праведных своих старец ренарх прожил 38 лет и 4 месяца, а в мире жил 30 лет, всего же он прожил 68 лет и 4 месяца. Это ренарх ростовский. И вот эти труды, трудами назвали, и чтобы труды называлось железо, обыкновенное трудами, это тоже нету, это целый словарный запас у Дмитрия Ростовского. Вот вы возьмите, сядьте с кем-то, с товарищами, и скажи, возьми карандаш, бумагу, запиши. В прошлом году, вот в этот день, что ты делал? Он ничего не ответит. Я сейчас такое только пробовал с одним братом, он ничего не может сказать, а не помню. А с кем ты поехал? Не помню. Ну вот и все. Но он с памятью, все нормально. А это спустя 1300 лет и Дмитрий Ростовский сидит и помнит, и везде прямая речь, двоеточие, кавычки, открываются. Ну что смеяться-то? Да они у него такие стандартные, шаблонные идут. И везде одно и то же. Вот эти труды железо, этим он отличается. Феодосий Печерский, 3 мая. Иногда ночью, летом, он восходил наверх пещеры и, обнажив до пояса свое тело, придавал его жалу многочисленных оводов и комаров. В это время руками своим он прял волну, шерсть, а устами воспевал стихи из псалтыри. Вследствие многочисленных ужалений и поранений насекомых, то все тело его обогрелось кровью. Но он недвижно сидел, не трогаясь с места, до тех пор, пока не ударяли к утренней. Вот какой был человек. Это основатель русского монашества. Ну и Бог повелевал это. Да и никто про это даже не слышал. И вот он сидел, и комары кусали его. Где же он научился? Он таким не был. Был нормальный человек, а сходил на Афон. С Афона это Антоний принес. Это все афонская проказа покорила нас. И христианства на Руси практически и не было никогда. Вопрос 2007. Бросив все в мире, одевшись в черную одежду, делались ли принявшие иночество мудрее и милостью, и справедливее? Не говорю здесь о спасении, а просто по-человечески. Сносны ли были они при общежительном житии? Ответ, увы, но увы. Ничего этого не было. А если встречалось, то их считали раноангельными. И они были в посмеянии у остальной монастырской челяди. В гонении, в поругании. Не место освящает человек, а человек место. Первый корейстам 6-8. Но вы сами обижаете, отнимаете, и при том у братьев. Стефан Волынский. 28 апреля. Таков был преподобный отец наш Стефан. Много пострадавший от братьев монастыря. От братьев монастыря. Не от татар. Но враг всего доброго и рабов Божий и дьявол возненавил блаженного игумена за такое попечение о святой обители. И своими злыми кознями сделал так, что некоторые из братьев подняли смуту и не только не изложили с игуменства Степана, избранного имя, ненагласно, но и без всякой вины изгнали его из монастыря. Если Януковича изгоняет, там вина какая, показывает ферма, страусы, там тысячу гектаров где его сад свой, где он там охотиться мог, у этого ничего не было. А кого что ты напринимал тогда? Ну вот так. Венедикт, 14 марта, строго собирая устав постеческого жития, он никому не позволял жить по своей воле. Так что иноки стали раскаиваться, что выбрали себе такого игумена, который совершенно не подходил к их испорченным нравам. Самые дурные из иноков задумали даже следующее. А они смешали яд с вином и влив все в это, в чашу, дерзнули подать это смертоносное питье преподобному отцу во время обеда. Это монахи. Зачем идти было туда? А вот все это связано одно с другим. Я вот сколько жил, ну, мерзкой человек, я мирянин, и даже не слышал такого, чтобы что-то вложили, отравить. Вокруг меня никогда таких людей не было. Ни в тюрьме, ни в тюрьмах, ни в лагере, ни в больницах, нигде этого не было. Это в монастыре. Он же своей счастной рукой сотворил за чашей крестное знамение, и сосуд силы святого креста точно же разбился, как бы от ударов и камнем. Тогда человек Божий познал, что чаша была смертоносна, ибо не могла выдержать животворящего креста. Точно сейчас он позвал к себе братьев, и без всякой злобы, даже с улыбкой на лице сказал им, о, чадо, да помилует вас милосердный Господь. Зачем вы задумались сделать мне это? Разве я не говорил вам раньше, что мои нравы не подойдут к вашим? Итак, поищите себе другого отца, я же у вас оставаться не могу. А зачем он это говорил-то? Сказал, пошли вон, выгнал их, и все, посчислен на покой. Я уйду, они остаются, это звере-то осталось. Ну, нигде так не делают. Узнали-то он провинился его, или сжигают этот аквариум Виктора Суворова, или что-то делают. Никаких, я уйду. И преподав им мир, он удалился в пещеру, где прежде жил, и пребывал там один перед очами в Севице Бога. И в праксе 25 июля. В счастье сестер была одна по имени Германа, которая, как говорили, происходила от простой и бедной рабыни. Она одна не любила всеми любимой и в праксе. Дьявол разжигал в ней зависть. Она же Германа нашла в кухне и в праксе одну за работой и начала брониться. И в праксе поститься всю неделю, а мы не можем. Что мы станем делать, если егумя не велит нам так поститься? И в праксе возразила, извини, сестра, великая госпожа наша велела каждый подвязаться по своим силам, и на меня ненасильно возложил этот труд. Германа, разгревавшись, сказал, обманщица, много в тебе разных хитростей. Кто не знает, что ты нарочно это делаешь из стремления к суетной славе, чтобы все видели и хвалили тебя? Ты хочешь, чтобы по смерти игумени к тебе перешел ее сан? Но я уверена, ей Богу, что тебе никогда не начальствовать над нами. И в праксе со смирением упала ей в ноги. Прости меня, госпожа моя, сказала она, согрешила я перед Богом и с тобою. Когда узнала об этом игумени, она позвала Герману и стала ей выговаривать при всех стерцах. Раба лукавая, безбожная, какое зло тебе сделала и в праксе, что ты ей мешаешь в ее богоугодном деле. Ты будешь отлучена от церковных служб и трапезы с сестрами, как недостойное наказание какое, от служб церковных, да ей только это и надо, а теперь трапезы с сестрами, то есть обедать не вместе, так наоборот хорошо. И в праксе со слезами долго упрашивала игуменю просить Герману простить и в течение тридцати дней не могла упросить. На тридцатый день ей в праксе взял с собой Юлию и просила старших сестер похлопотать у игумени о прощении Германы. Игуменя позвала Герману и сказала ей, разве ты не поняла, окаянная, какое великое зло мешать кому-либо в добром деле? Ты не подумала и о том, что она дочь сенатора из царского рода и так смиренно, так отдалась Богу и служит тебе, недостойной. Тогда все сестры стали просить игуменю за Герману. На силу умолили ее, а Герману простили. Вопрос 2008. Как же так получилось, что в житиях говорится только об иночестве и не в одном месте, а рождение свыше? Ответ. Каждый делает то, что может, что знает, о том и говорит. Нельзя выжить то, чего в нем нет. Вывод только один. Тот, кто писал жития, сам не был рожден свыше. Определенно. Умел подделывать все, говорится, подстроить, нос по ветру держать. Иоанн 3.3. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. 1 Петра 1.3. Благословен Бога, Отец, Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых купованию живому. Иосиф Волоколамский, 9 сентября. Сибирь от отдан, он был в учении и весьма скоро изучил Божественное Писание. Вот это Анюль любит говорить. Изучил Священное Писание. Я, кажется, одного или двоих нашел, кто знает Писание. Это остальные только слова, они не знали его. Как можно было подвязаться за монашество, которым полслова нет в Библии? Вообще, это не библейское учреждение, не евангельское. Любил он часто ходить в Храм Божий, удаляясь от сверстников, всю мысль свою устремлял на угождение Богу. Презрев мирскую суету, удалился он в Боровск, в монастырь преподобного Пафлутия, который постриг его выношеский чин. По прошествии некоторого времени взял он в себе в ту же обитель своего родного отца, принявшего также инощество, и служил ему и покоил его до самой его смерти. Восемнадцать лет пробыл он в поминовении у святого Пафлутия. По смерти своего учителя и наставника он был сделан игуменом его обители, который управлял около двух лет. Затем удалился он с некоторыми из братьев в лес. Ревностно подвязался он против ересей жидовствующих и написал в обличении ее книгу. Вопрос 2009. Так, 2009. Христос Царство Небесное уподоблял ли иночеству, удалению из мира и молчальничеству? Ответ. Матфея 13.31. Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем. Матфея 13.33. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки и доколе не вскисла все. Матфея 13.44. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человеку, таил от радости о нем, идет и продает все, что имеет и покупает поле то. Матфея 13.45. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Матфея 13.47. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море, и захватившему рыб всякого рода. Матфея 13.52. Он же сказал, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Матфея 18.23. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотелся считать с рабами своими». Матфея 21.5. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой». 22.2. «Царство Небесное подобно человеку царю, который взял брачный пир для сына своего». Матфея 25.1. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». То есть я выбрал все, чего уподобляется Царство Небесное. Монашество нигде не уподобляется. Другие евангелисты еще четырежды повторяют эти притчи, но все они говорят одно и то же, что человек должен уверовать во Христа и нести благую весть, сеять, умножать, износить из сердца старое и новое, ибо вера отслышания Слово Божие, а не от мощей, не от иночества, не от монастырей, не от икон и прочих чудес. Отслышание. Римлянам 10, 17. Итак, вера отслышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 8, 10. «Но что говорит Писание? Близко к тебе Слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть Слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем ты веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Только согласно этих мест Писания, все иночество в продолжении двух тысяч лет, загонявшее людей в молчальничество и под землю, в леса и в горы, морившее доверившееся ему тяжкими бременами и неудобоносимыми, только за нарушение этих слов уже безответным предстанет перед вечным судьей. Конечно, если веришь, что Христос не изменит своих слов, написанных в Библии, но евреям 13.8 Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Исайя 45.23 «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что передо мною преклонится всякое колено». Если бы Христа на земле никогда не было и не было Евангелия, тогда можно было бы составить новое притчо и написать «Царство небесное, подобно откалиброванной и дезинфицированной пшеницы, которую собрали в крепкую жительницу некие, подобные ангелам, люди». Но ангелы эти всегда в черном одеянии, плотно закрывшие эту пшеницу в жительницу, не сеявшие ее и не дававшие плода. И еще «Царство небесное, подобно чемпионам, которые умеют лазить по скалам, жить в подземельях, панически бояться женщин, объявшие молчанием высшей формы общения между людьми, объявившие молчание». И еще «Царство небесное, подобно скупым хозяевам, которые зарывают в землю все, что у них есть, жемчужину и зерно, которые поставили себе задачу добровольно запечатать уши и не слышать воплю погибающих, не идти к ним и не указывать путь спасения. Кто отказался от сна, от еды, от питья, от жилища, отдал себя на мучения добровольные и на сидения комарам и другим насекомым и гадам. Кто не моется в бане, кто не лечится от мужа и от детей и от родителей, бросая их на произвол судьбы. И еще Царство Небесное подобно не любящим Библию, но любящим сны и видения, виденные в легком сне. Кто ищет благоухание от мощей, от видений, предсказаний и очень искусно умеет выискивать в словах и речах других людей иеретическое и за это предавать их анафеме. Кто провозглашает иночество, монашество высшей формой спасения и угождения Богу. Савва Сербский 12 января Ватопету стремились даже из самых глухих недоступных стремнин и пещер, никогда не выходившие из своих убежищ подвижники и молчальники. Желаю насладиться чудным и необычайным зрелищем пришествия на их гору подвязаться вместе с ними этих двух царственных иноков. Старец Симеон ослабленный болезнями, желая однако слышать церковную службу, пристроился в стороне алтаря главного храма Благовещения Келью с окном в алтарь и через сие окно видел и слушал ежедневно церковное богослужение. Симеон Юродио 21 июля потом обратился Иоанн к Симеону. Что теперь будем делать, брат, куда пойдем? Симеон отвечал, пойдем направо, потому что все, что правое, то хорошо. И много времени спустя враг наших душ, дьявол, не стерпев богоугодного жития рабов Христовых, начал войну против них, Иоанну, влагая воспоминания о жене, об отце, о Симеону и любовь к матери. Они же, когда видели друг друга печальными, точно говорили друг другу, стань, брат, помолимся вместе владыке нашему Иисусу Христу, да сохранит нас от вражеских козней, молитвами святого старца нашего Никона. И когда молились они, скоро проходила к ним помощь приходила Божие, отражающие от них вражеские наветы. Из этого видения понял Иоанн, что умерла жена его вместе с матерью, Симеона, поселилась в месте праведных и сильно возрадовался. С этого времени оба стали беспечальны и пробыли в пустыне, живя вместе, претерпевая всякое злострадание, 29 лет, мужественно борясь с невидимыми врагами и по Божьей благодати побеждая их и прогоняя. Вопрос 2010 Может ли быть, что заповеди, данные Богом, становятся менее привлекательные и менее насущные, чем человеческие? Ответ Это особенно видно в иношестве и монашестве. Как только придумали этот институт монашества, и он оформился и затвердел в отлитых жестких заповедях иношества, то сверять с Библией никого уже не учили. Она просто стала ненужной и несовместимой с удовольствием заполонившим все монашеством. А они стали из-за счастья друг перед другом, кто что придумает, покруче и похлеще, повыщуреннее, позаковыривше, поэкстравагантнее. Но, нарушивши иноческие обеты, целомудрия налагали жесткие наказания. На такого человека от них дымилась злоба, и дым ее восходил день и ночь на целое тысячелетие. Он безжалостно вычеркивался из списка претендентов на канонизацию, на спасение и на упоминание его имени в числе угодных Богу. Были случаи, что тот из них, кто становился даже епископом, но замечал, что теперь ему невозможно годами молчать, а значит, он вынужден был нарушать объекты молчания. Иногда теперь на глаза ему попадали женщины, чего отнюдь не должно было быть по монашеским уставам. Это проклятое создание женщины лучше всего было бы истребить с лица земли окончательно, но они частенько их лицезрели, не подразивая, что они уже с ними в их крепостях в монастыре под видом мужчин, но запах какой-то оставался, и они догадывались, но откровений не было, и они узнавали это только после их смерти. Плащ во всем монастыре стоял невообразимый, о чем кто плакал и сожалел. Это тоже прикрывалось только одним покрывалом. Все хватались мертвые за ноги и целовали их, рыдали, что они его обвиняли в самом отвратительном для монаха в грехе, на который они даже запрет упоминания наложили, настолько он в их среде должен был быть немыслимый. Плакали, что угнетали этого подвижника Вавилу Евгения Федора и издевались по полной программе, желали ему ей при их жизни только смерти. Весь монастырь утопал в осуждении человека в несуществующем грехе и кичились, что они избегли мирских страстей и никого тут за стеной мандры под руководством Архимандрита не осуждают. Но в этом осуждении изгнанного невинного человека годами причащались и были иноками, иными, не такими, как мир, которого соблазнов они так удачно избегли. Это осуждение, только маленькая щель, приоткрывавшаяся иногда, за которой развивалось море и океан осуждения друг друга, инакомыслящих и по подозрению в ереси, таких, как Дионисий Александрийский, Иоанн Затаус, Ироним Средонский и многих других. Их люто ненавидели эти черные подвижники. Из-за них, заприверживаясь к этим тоже монахам, убивали десятки тысяч таких монахов, как убивал Феофил, Александрийский патриарх. Подстраивали командировки в ночное время по пустыне, подставляя под зубы диких зверей и крокодилов, и обязательно будет плач. И все это отнесено к великой милости Божией, в том смысле, что вот, как у Бога столь много различных путей, чтобы только человек спасся благодаря вожделенному иночеству. И вот такой владыченька бросал свою паству, начинал обузывать заповедь о лжи, переименовывал свое имя. И, конечно же, под этим вымышленным именем он причащался и поминали его, но зато его любимый иноческий обет он мог исполнять. Это неосужденно было до ныне, но в честь и похвалу иночеству и бисеру и девству постоянно. Если бы волю Божию узнали, читая Библию, то они бы плакали в пепле и в песке и спрашивая Божьего прощения за все отступления от его святой воли. Но воля Божия для иноков это их видение и благоухание. А Библию пустынники и не видели. Их мечта всегда была иметь хорошего наставника, который бы нес ответственность за каждого, на которого можно было бы взвалить ответственность за их спасение, не спасение, от которого ни один и никогда не уходил бы в мир, оставаясь верным выноченским обетом. И во многих житиях описывается, как еноки упрашивают даже малолетних своих сотоварищей, чтобы они возглавили их обитель, а иначе они погибают как корабль во время кораблекрушения. За то, чтобы у них был именно вот это тавуа. Они предпринимали походы в столицу, к патриарху и упрашивали поставить им спасительного и знаменитого подвижника, который убегал от них. И они его вылавливали там. Исайя 55, 8, 9. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Бог же говорит им из их любимой Псалтири и сказал «Это народ заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Псалом 94, 10, 11. Иоанн Варсанофий, 29 февраля. Восемнадцати лет он крестился и воспринял на себя иноческий образ и особенно стал подвязаться в посте. За свою добродетельную жизнь он был поставлен архиепископом в Дамаск. Но немного время прибыва на кафедре архиепископа он заметил, что обязанности его высокого положения трудно совместимы с иноческими подвигами. Поэтому Иоанн оставил епископию и тайно удалился из Дамаска. Придя в Александрию, он переименовал себя в Арсанофием, чтобы кто его не узнал и не открылось его действительно положение. Из Александрии он отправился как убогий странник к Нитрийскую гору. Поклонившись игумену, бывшему здесь монастыря, святой Иоанн просил его, чтобы он принял его для услуг братьев. Игумен принял его и дал ему монашеское деяние. Один из иноков, человек малоумный, сильно досаждал святому. То давал ему укорительные просьбища укоризненные, то обливал его помоями. Наущенный дьяволом, недостойный инок провертел стенку той кельи, где жил преподобный Иоанн. И через отверстие совершал водный исход. Да. Нет, конечно, на ложе святого. Так что оно стало издавать зловоние. Водный исход означает писал. Дырку просверлил монах, и другому на постель писал. Да в мире даже не встретишь. Так это написали тысячную и тысячную долю. Но через некоторое время Иоанн узнан был преподобным Федором Нетрийским. Оставил гору и бежал в Египет. Тимофей Пустынник 21 февраля Прозвище какое Пустынник Много лет он скитался по горам и пустыням жил один в Господе и в непрестанной молитии проливал обильные слезы орошая ими свою душу как росою. В такой жизни он достиг глубокой старости и отошел к Господу. Фаласий 22 февраля Преподобный Фаласий еще в юном возрасте построил себе на одной горе жилище и поселился в нем. Отличаясь по природе чистосердечием и смиренно мудрием он скоро почувствовал влечение к иноческим подвигам. А если бы учили против как мартин как мусульмане даже никто бы не подумал об этом. Те люди которые называются сегодня ивановскими христианами протестанты ни один этого делать не будет. И не потому что они там сектанты еретики а потому что в руках у них Библия. Нам надо учиться этому. Он удалился на вершину горы расположенной бы из селения Таргала и провел на ней в подвигах 38 лет. То есть самоистязания, мучения, мазохизма это подвиги. Тут другая шкала у монахов все по другой шкале. Причем не имел никакого жилища. Ни кельи, ни палатки, ни даже какого-либо навеса. Но соорудив из камней лишь небольшую ограду имея покровом одно небо все время пребывал в ней. Многие из приходивших просили его принять их в число его сподвижников. Преподобный не противился таким просьбам. Построив для желающих подвязаться с ним в келье он дозволил им жить в них причем раздавал им ту пищу которую приносили для него с разных мест его почитатели. Прожив в таких подвигах жизнь свою преподобный Фаласий с миром почил. Вот так. Слава Господу нашему Иисусу Христу во веки. Продолжение следует...